Субтитры создавал DimaTorzok Я не знаю почему, он по-моему не закончился Ну то есть там какие-то такие, наверное, вещи рассматривались Режиссер, который, наверное, все-таки еще закрытый И, наверное, мне так кажется, запретили его продолжать Или может потом выйдет, не знаю Но вот был такой фильм, совсем недавно я его даже видел Ну может быть, я слышал о нем, но я его не видел И, по-моему, он на самом деле как сериал не закончен, насколько я понимаю ситуацию А вторая тема, это так называемый чернобыльский туризм Который сегодня очень даже развит, причем развит именно с украинской стороны Хотя с украинской стороны не все самое интересное находится Если говорить о чернобыльской зоне Тем не менее украинцы на этом научились зарабатывать деньги То есть вот так собирают группы экстремалов, которые хотят попасть в зону Но все-таки сама по себе чернобыльская станция находится на территории Украины Я так понимаю, что к реактору их близко не подвозят сегодня Но тем не менее, тем не менее, они вот по этому ландшафтному парку, как у них называется Они возят туристов, причем очень активно Ну и за счет этого зарабатывают деньги, ну хоть что-то отрабатывают Вот белорусы как раз этим почему-то не занимаются, уж не знаю То ли у президента Лукашенко руки не доходят, чтобы такой туризм развивать То ли просто считают, что это как бы не очень хорошо На самом деле со стороны Беларуси, я думаю, что было бы кощунственно Вот таким вот образом развивать такой туризм Потому что все-таки Украина пострадала меньше Все-таки так получилось Но ничего не сделаешь, я уже объяснил, почему так получилось Но тем не менее, может и у белорусов когда-то руки дойдут И они вот начнут возить хотя бы по этому треугольнику Который колючей проволокой не огорожен по сей день И, ну, по крайней мере, кто-то в мире поймет, что там произошло Самое интересное, что вот эта вот огородка колючей проволокой всей территории И та охрана, которая выделена, была, по крайней мере, в последнее время На так называемые Полесский радиационный заповедник Это достаточно большие расходы по бюджету, чтобы всю эту территорию охранять А если по периметру ее взять, то она называется 30-километровой зоной Но в периметре она километров 200, так насчитает, по большому счету, если говорить И эти 200 километров нужно охранять Там стоят специальные контрольно-пропускные пункты Через которые очень-очень трудно проехать Если у тебя нет соответствующих документов Эти документы должны быть подтверждены на самом высшем уровне По крайней мере, было так 10 лет назад, я не знаю, как сейчас Ярослав? Ярослав, мы вас потеряли Кто-то тут у нас с интернетом, насколько я понимаю Сейчас посмотрим Да, у нас с интернетом проблема К сожалению Так, поехали Connected Алло Алло, да Ярослав у нас потерял интернет Мы говорим, наверное, о каких-то таких вещах Ничего страшного Последнее, о чем я говорил Зловещая примета такая Потерялся интернет Последнее, что я говорил, я как раз говорил о безобидном Я говорил о природе Потому что вот Все то, что писали в прессе О каких-то там странных растениях О каких-то гигантских лопухах Такого нету? Нет, на самом деле есть Вот это вот самое интересное, что оно есть Потому что многие это воспринимали Как бы за, как сегодня принято говорить, фейк Вот, это не фейк абсолютно Действительно Как-то все в природе стало больше Деревья стали расти выше Трава поднялась просто до невероятных пределов Совершенно И все эти вот шутки по поводу там Чернобыльской груши Которая может упасть на голову И убить человека Ну, конечно, не до такой степени Вот, но тем не менее Да, действительно, под воздействием радиации Как-то меняется природа И это, ну, конечно, это тема в большей степени Не журналиста, а биолога Вот, или специалиста по радиологии Вот, но тем не менее это так Ну, вообще-то говоря Возможности Ну, не возможности А точнее влияние радиации На организм человека На самом деле Это далеко-далеко не изучено То, что будут говорить ученые То, что будут говорить радиологи Это то, что знают ученые То, что знают радиологи Но на самом деле Есть совершенно невероятные возможности Организма И там есть определенная категория Насколько я слышал Наверное, вы подтвердите Не знаю Может быть, наоборот Опровергните Определенная категория людей Которых можно назвать уже практически мутантами Не знаю Они вполне себе Более того Там даже болезни проходят Там даже вот я такое читал О том, что вот Человек Как бы уже должен Вроде бы Как по всем медицинским показателям Должен уже Перейти в мир иной А он там живет И вполне благополучно живет Как вы считаете? Так? Вы знаете Это можно привязываться К чему угодно В том же Брагинском районе Я снимал сюжет Не связанный с Чернобылем Абсолютно Хотя Брагинский район Один из наиболее зараженных Про одну мать Которая ухитрилась Излечить своего сына От последней стадии рака Когда он уже был выписан Из Минска Из больницы Онкологически В Боровлянах Его просто отправили Домой умирать Вот Но она у какой-то местной знахарки Узнала Что есть какой-то грыб Секретный Вот этот грыб Она нашла в лесу Вот Сделала все по рецептам И сын выздоровел Ну Вы наверное помните Были такие сестры садовские А да Конечно Да Да Вот эти известные Сестры садовские Которые лечили травами Лечили какими-то настоями Ну да И люди приходили И вылечивались Да действительно Очень серьезные заболевания Ну я в данном случае Говорю как раз таки Про радиацию О том что там живут люди Которые Именно Именно поэтому То есть К ним никто Никакими там Средствами Вот они Жили И вдруг Ни с того ни с сего Ничего не делая Вдруг они стали Как бы уже И здоровыми Ну да Но у меня несколько Другой опыт Потому что Я снимал последнее интервью С тем пожарным Который первый Фактически Поднялся На крышу Реактора Вот Ну и конечно Страшно было смотреть На человека Он был здоровым Цветущим Молодым человеком И что из него В результате случилось И как бы Это было на самом деле Последнее интервью После он уже Просто скончался Это 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 было Вне как бы Даже понимания Почему вот Такого молодого Человека Можно было Вот таким вот Образом Убить Невероятная вещь Но тем Тем не менее Это приходилось Принимать И он уже Через силу Говорил тогда Как бы Ну по крайней мере Рассказывал Что там происходило На крыше Как они работали В каких условиях Вот я только буквально Часть донес сегодня О том что не было Ни защитных костюмов Ни спецзащиты Вообще ничего не было У людей Которые первые Поднялись на эту крышу Да впрочем И крыши-то там Не было уже По большому счету На самом деле Вот мы заговорили О химии И о том что В общем-то Как-то мы Слово Радиацию Потребляем В общем смысле На самом деле Когда взорвался Четвертый реактор Там же выкинуло Всю таблицу Менделеева Когда в девяносто шестом году Уже через десять лет Мы готовы Мы готовили материалы К десятилетию Чернобыльской катастрофы Нам Приехали Внятные ученые И совершенно Внятно Объяснили Что вы еще Не знаете Какие сюрпризы Готовит чернобыльская зона Что например Там период Полураспада У Америции Там что-то По-моему Двести пятьдесят три года И этот элемент Вы обнаружите Вот Следующие поколения Его обнаружат в почве Это из того Что выброшено Было За счет этого взрыва И вот эти элементы Они постоянно Проявляться Начинают То есть Предположим Там Период Полураспада Урана Двести тридцать пять Он в какой-то момент Проходит Но появляется Следующий элемент Который идет На своем полураспаде И поэтому Никому неизвестно Какие еще сюрпризы Подкинет Чернобыльская зона Что там выпало С каким периодом Полураспада Вот И что Из этого Может возникнуть И какие еще эффекты Даст вот этот взрыв Мы пока ничего не знаем Прошло Всего Лишь тридцать лет Для человека Как бы Почти жизнь Для радиоактивных элементов Это Очень короткий срок Скажем так Ну вот смотрите Все-таки Со времен Ядерной Бомбардировки Хиросимы Нагасаки Прошло Конечно побольше В два с половиной раза Больше почти Но тем не менее Это все равно Тоже не период Полураспада Радиоактивных элементов Но ведь люди там живут И вполне благополучно И здравствуют Каким образом Это же никак не можно Нельзя нейтрализовать Как бы Так Миша А почему вы сравниваете Атомную боббу 1945 года С ядерным реактором 1986 года Это совершенно разные технологии Я так понимаю Что в толстяке И в малыше Которые были сброшены На Хиросиму И на Газяке Был всего лишь Уран-235 И не более того Что находилось В качестве топлива В четвертом реакторе Чернобыльской АЭС Мы до сих пор Не знаем Потому что Это закрытная тема Эта тема До сих пор Секретна Какой там был Был ли там Плутоний Был ли там Оружейный плутоний Походу Как побочный продукт Мы ведь Этого всего не знаем До сих пор Ну это правда Если до сих пор Засекречены материалы По крушению самолета Максим Горький В 1935 году То что мы говорим Про засекречивание Материалов О Чернобыле 1986 года Это материалы Которые нам Пока недоступны Мы не знаем А если вспомнить Еще о 1908 год Тундуский метеорит Там тоже есть материалы Там тоже По крайней мере Я бы хотел Почитать экспедицию Кулика полностью Все что они Оттуда достали Но пока мы не можем Это почитать Тоже к сожалению Хотя это интересно Наверное Это интересно Ну у нас есть Кстати Такая тема Наших бесед Которых Мы начнем Уже Совсем скоро На следующей неделе И мы об этом Будем говорить Ну мы Конечно не знаем Но тем не менее Говорить мы об этом будем Правильно? Тема Тунгусского метеорита Вообще безумно интересна На самом деле Я думаю Что можно как-нибудь Даже программу Или даже несколько программ Этому делу посвятить Потому что на самом деле Много очень забавных вещей О которых Не то чтобы не принято говорить Но по крайней мере В популярной литературе Их нет Скажем так Конечно А был ли мальчик? А был ли метеорит? А был ли метеорит? Самое простое Мы же говорили В прошлый раз О том что Легче всего Учен Надо как-то объяснить Ну вот метеорит Самая подходящая гипотеза Так как Мы произошли От обезьяны По теории Шармин Вы знаете Мы уже под конец программы Так отвлекаемся И многое Чернобыля Но я не могу Не сказать Потому что когда Экспедиция Кулика Приезжает на это место Под каменную Тунгуску И на месте Как бы Всего этого Общего развала Как бы в эпицентре Находит одиноко Стоящий пень То наверное Никакого ядра Метеорита Туда явно Не попадало Ну естественно Это было самое большое Разочарование Кстати Этой экспедиции Потому что они пролезли Там через непролазные болота Совершенно Через весь этот развал Который от эпицентра И начали копать В эпицентре А там просто пень Стоит от сосны Или от лиственницы Уж не помню То есть ничего Ничего туда не падало В результате Я вас специально Отвлекаю Вообще-то говоря От чернобыльской темы Она какая-то Мрачная тема Во-первых Во-вторых У нас уже время Подходит в эфире К концу Ну и у нас еще есть Наверное Или вы хотите Все-таки Закончить Во всяком случае Сегодняшний эфир На какой-то такой Не знаю Ноте Оптимистичной Ноте Хотя какой-то Оптимизм Оптимизм непонятно Да нет Но дело в том Что на самом деле Тема Чернобыля Еще абсолютно не закончена О чем мы и говорили Вот буквально Последние несколько минут Что еще совершенно Непонятно Что обнаружат И где обнаружат Но Единственное Что конечно Скажем так Беларусам не повезло Но немножко повезло Именно по принципу Расселения Все-таки Беларусь Большая страна С очень маленьким Народонаселением На всю Беларусь 10 миллионов Это как вот Одна Москва 10 миллионов И вся Беларусь 10 миллионов И особенно Южное Полесье Вот И поэтому Наверное Как бы Могло быть Все гораздо хуже Если бы В этом регионе Ну скажем так Жило больше народа Если бы это было Не Полесье Если бы это были Не сплошные болота Куда даже немцы Не заходили в войну Так собственно Говоря Хотя это уже Не такое Глубинное Полесье Но тем не менее Обошлось Как бы Достаточно Не то чтобы Мирно конечно Но тем не менее Все могло быть Могло бы быть Гораздо хуже Если бы например Рванула Смоленская Атомная станция Вот там да Вот там территория Заселения Совершенно гигантская Или рванула бы Та же Игналина Так что Из всех зол Если выбрать меньше Лучше бы конечно Такого зла не было Вот Но тем не менее Чернобыльская станция Это еще Один из Самых Конечно Неприятных Трагических моментов Но тем не менее Не самых опасных Ростовская Могла рвануть Вот это совсем Плохо Было бы Поэтому Ну Ценой малой крови Скажем так Опыт Сын ошибок Трудных Да Ну тут Много Естественно Можно чего говорить И много найти Внутри В самой аварии И тем Для разговора Но мы Об этом Поговорили Потому что Как-то Забыли И люди В общем Не хранят память О каких-то Негативных Вещах Но тем не менее Михаил Мы поговорили Об этом Потому что В следующем году У нас 30 лет Все-таки Чернобыльской аварии Так по большому счету Если говорить И какие-то Смыслы Какие-то Переоценки Мы все-таки Должны В себе Сохранять Те кто Соприкоснулся Да это Неизбежно Те кто не Соприкоснулся Все-таки Должны помнить Что такая Дата была Это очень важно Для понимания Человечества Которое переходит В принципе Наверное В новые сферы Энергетики В гораздо большее Потребление Солнечной энергии В Белоруссии Была очень В свое время Популярная тема Перехода На так называемые Рапсовые масла И рапсовое топливо Как альтернативный Источник энергии Правда Потом все это Успешно погубили Но тем не менее Это тоже Считалось Источником энергии Вполне возможным Ну не взамен Ну конечно Атомной энергетики Которая все-таки Остается И будет оставаться Самой дешевой Вот Но тем не менее Какие-то альтернативы есть Поэтому забывать Я думаю Что об этом Нет смысла Ни для кого Ни для вас Ни для меня Нет Безусловно Если говорить О какой-то энергии Энергетическом Там скажем Вот топливе То мы можем поговорить И почему до сих пор Машины все ездят На бензином Хотя уже давным-давно Известно И понятно Что и существуют Другие виды топлива Но опять же Теперь мы уже входим В политику Вообще В прямую политику В прямую А почему Фармацевты Диктуют политику В Соединенных Штатах Америки Это точно А знаете почему А потому что Сто лет тому назад Ротшильд И Рокфеллер Они решили Заняться бизнесом Они тогда Продолженно занимались Но они решили Заняться еще Большим бизнесом Поэтому они Изъяли Из всех Средств Ну из книг Из библиотек Они изъяли Ту-тю часть Где было Сказано О том Что оказывается Можно В общем-то Предупредить болезнь Так как Когда-то В Китае Мао Цзэдун Отдал приказ Распоряжение Платить Деньги Врачам Только тем У которых На участке Люди не болели А вот те Кто болели Им как раз таки Деньги не давали Поэтому Вот И с того момента Сто лет назад Примерно Начало Своё Шествие Фармацевтическая Промышленность У нас Лекарства И так далее Ну вот видите Михаил Сколько тем У нас ещё впереди Много У нас тем впереди Много Это точно Но эта тема У нас И эфир Наш Уже подошёл К концу К своему Логическому завершению Ровно У нас сейчас Час дня 13 часов По времени Города Чикаго Ярослав Я вас благодарю За вашу Как всегда Очень интересную И познавательную Программу Михаил И вам огромное спасибо Потому что вы Прекрасный собеседник И я думаю Что Ну вот Тему мы уже Наметили Да Спасибо Я просто хотел Объявить ещё раз О том что Следующий наш эфир Состоится Кстати уникальный эфир Думаю что он состоится Хотя ещё не подтверждено Но Как мне сказал Сам Ярослав Он конечно Больше Разбирается в этом Я в этом вообще Не разбираюсь Если честно О том что У нас никогда Не велись программы На белорусском языке Да Это точно Это правда Это правда Поэтому В воскресенье В 10 часов утра По времени Города Чикаго Повторяю Ну как-то так у нас Радиостанция расположена В Чикаго Поэтому я это подчёркиваю В 10 часов утра В воскресенье Состоится программа Которая будет называться Мой рудный кут Ну и ведущим Этой программы Будет Ярослав Беклемишев Ну а его Собеседником Будет Ну ещё не подтверждено Пока не гарантирую Пока не гарантирую Но тем не менее Возможно Возможно Кто-то будет Собеседником Кто-то будет Со стороны Беларуси Это однозначно Да Со стороны государства Беларусь Да Ну и Мы поговорим Уже тему На усмотрение Ярослава Ну Ещё раз Наши телефоны В эфире 224-795-7796 Это прямой эфир Телефон Запасной 847-226-9956 Скайп Сангейтс 1-0-8 Ну а Вебсайт Сангейтс Радио Тройной W Сангейтс Радио Точка ком Или Фейсбук Или Ютуб Везде Нас можно Как бы найти И с нами Пообщаться Сангейтс Радио Точка ком Кстати У нас есть Там Правда Его долго Долго и трудно Надо искать Но по-моему Люди находят Так называемый Форум Где можно Оставить свои Замещания Рекомендации Ну замечательно Да Поэтому Пожалуйста Звоните нам Ну и Благодарю вас Еще раз Ярослав И те Наши Радиослушатели Которые Несмотря на Тут был Перерывчик У нас В программе Нас слушали Эта программа Записывается Поэтому Она выйдет У нас На канале Ютуб И на фейсбук И мы Можем Послушать Там Если не Всю То Во всяком Суча Отдельный Самый Интересный Сегмент Замечательно Михаил Еще раз Огромное Спасибо И всего Хорошего До встречи В воскресенье На том же месте В тот же час Всего доброго Всего хорошего Продолжение следует